Здравствуйте, мои дорогие, и мы продолжаем с вами сексуальный астрологический гороскоп. Разбирая разные знаки зодиака, сегодня мы поговорим про тельца. И это наш первый земной знак. Он самый чувственный из всех, кого можно вообще представить. Если мы будем говорить про сексуальную характеристику тельца, то это ублажители, блаженствующие от ублажений. Вот можно сказать так. Вполне нормально бросить деньги на ветер. Две машины, а не одна, два дома, а не один. Брайан там еду себе готовит. Хотя бывает немножечко ленивое. Рваться, подарить ласки своей партнершам. Предаваться этому процессу. С вами Анна Ясницкая, сексолог и психолог из Калифорнии с образованием из Великобритании. И я надеюсь, вы поставите мне пальцы вверх, потому что у меня нет такой возможности. Я повредила себе руку. Поэтому, если у вас есть идеи, как я это сделала, напишите мне об этом в комментариях. Мне будет очень интересно, угадает ли кто-нибудь. И возможно, если кто-то таки угадает, невозможно, а точно, серьезно, если кто-то угадает, как я повредила кисть, запястье, то я подарю подарок. Пришлю прямиком из Голливуда. В общем, пальцы вверх и поехали про сексуальную характеристику тельца. Итак, это самый чувственный знак. Телец любит, чтобы его облажали даже больше, чем ласкает партнером. Но это на самом деле знак, с которым хорошо пройдут предварительные ласки. Все долгие поцелуи, долгие ласки, массажи, масла, аромасвечи, свечи с воском, которые ты капаешь на человека. Все вот это подходит тельцу. Но он все-таки любит больше получать эти ласки, нежели дарить. За счет чего женщина-телец, как правило, она такая и любвеобильная, и она любит воспринимать все ласки, она разрешает все ласки. Она очень чувственна, она очень отзывчива. Но если мужчина-телец, то жена может часто пожаловаться на его пассивную роль в интимных отношениях. То есть он готов лежать и принимать все ласки на себя. Но не так сильно он же будет гореть, рваться, подарить ласки своей партнершам. Как правило, тельцы очень работоспособные, очень усердные люди. И они хорошо работают и хорошо зарабатывают. Благодаря чему у них всегда хороший, красивый дом, все обустроено, и есть создана уже атмосфера, где можно восстановить энергию, где можно на самом деле расслабиться и восстановить свой энергетический ресурс. Женщины-тельцы под влиянием Венеры, они обожают предметы роскоши. И зачастую, нередко можно встретить дорогих любовниц именно этого знака. Вообще, девушки и мужчины-тельцы, они не только умелые любовники, хотя бывают немножечко ленивые, но они любят роскошь и в постели, и в жизни. И сами по себе часто очень-очень красивые. Среди знаменитостей под этим знаком у нас есть Аль Пачино, Мега Фокс, Пенелопа Крус, Аль Пачино, Мега Фокс, в общем... Мега Фокс, not Megan Fox, Мега Фокс. Can you stop making a sandwich? Я здесь, понимаете ли, вам видео сексуально записываю, а Брайан там еду себе готовит. Вот что значит жить в небольшой квартире. Поехали дальше. В общем, среди знаменитостей под этим знаком у нас есть Аль Пачино, Меган Фокс, Пенелопа Крус и Роберт Паттис. Так как тельцы это земной знак, они часто бывают агрессивны и импульсивны. Они любят достигать того, чего они хотят, и у них может быть половая связь просто по мгновению импульса. И они не будут придавать этому большое значение, они не будут придавать этому большое осмысление, они просто будут придаваться этому процессу. Тельцы очень зависимы от денег. В его денежной планете, если не идут финансовые дела, он может очень сильно компенсировать это за счет секса. Но когда у него успех и преуспевание, то в принципе секс ему может стать малоинтересен. Удовлетворить тельца можно и через глубокие чувства. Если нету чувств, если нету привязанности, если нету духовной связи, то этот секс станет достаточно прозаичным и очень быстро потеряет для тельца какую-то ценность или интерес. Вполне нормально, если это было одноразово и после клуба секс, вообще не взять даже номер телефона у партнера. Но если же зацепиться любовью, тогда это может быть связь на долгие годы. У тельцов есть определенная экономика любви. Они не боятся тратить деньги, особенно если это даст им возможность получить удовольствие. Земные утехи. Для женщины тельца вполне нормально бросить деньги на ветер для того, чтобы завлечь красавца-мужчину в свою жизнь. Она может его содержать, она может подарить ему дорогие подарки. Мужчина-телец также использует финансы для того, чтобы иметь влияние, иметь внимание. И ему надо две машины, а не одна. Два дома, а не один. И две жены. Но если незаконно, тогда одну жену и пару любовниц. Сексуальная совместимость тельца зависит от его возраста. До 29,5 лет рекомендовано тельцам находить связь с девами, либо козерогами, людьми знака козерога. Почему именно они? С представителями знака козерога тельцы смогут построить на самом деле классные крепкие отношения, даже супружеские отношения. Но после 30 лет козероги больше не смогут сексуально удовлетворять тельцов. А если же мы говорим о девах, они будут, скажем так, сексуально активны, но душевно пассивны и холодны. Почему же они все считаются, что у них есть сексуальная совместимость? Только до 20,5 лет. Это раз, а два. Именно эти три знака до этого возраста ищут пассивных, ветреных, легких сексуальных связей. После 29,5 лет тельцы могут найти прекрасные отношения с такими знаками зодиака, как овны и близнецы. Близнецы дадут им развитие интеллектуальной связи, потому что тельцы тоже весьма интеллектуальны. С близнецами им будет очень хорошо, и на почве этой интеллектуальной связи у них будет хорошая сексуальная жизнь. А овны привносят в жизнь тельца именно страсть и огонь. Все эти знаки достаточно приземленные, они не витают в облаках, и на этом у них огромное есть взаимопонимание. Тельцы растут духовно, они приобретают жизненный опыт, и после 41 года они готовы на самом деле строить семью, долгосрочные отношения, глубокие отношения, и здесь им очень подходит скорпион. Ну что, мои дорогие тельцы, я надеюсь, я правильно вас описала. Если вам есть что добавить, добавляйте в комментарии, я буду очень с радостью вас читать. На этом я хочу с вами попрощаться, еще раз прошу, поставьте мне пальцы вверх, для того, чтобы мой пальчик зажил. Я буду счастлива получить от вас комментарии, подписки на мой канал и рассказывать вам дальше про сексуальный гороскоп, астрологический, любовный гороскоп, который я готовлю специально для вас. На этом все. Я желаю вам страстных ночей и ярких дней. Пока-пока. С вами была Анна Ясницкая, сексолог-психолог из Калифорнии. Субтитры подогнал «Симон»